Сегодня недельная глава Торы Вайтханан и молился. Это Дворим или Второзаконие, 3 глава, 23 стих, 7 глава, 11 стих. Как всегда, глава начинается с первых слов. Напоминаю суть. Это Второзаконие. Первые три главы, там не главы, это была речь, Моше, в котором он напоминает народу всю их историю, историю исхода, как они ходили в пустыне, все ошибки, которые народ сообщил, подвиги их, заботу Господа о них. И теперь на основании этого он что-то говорит своему народу. И не просто говорит, друзья, это стоит народ, 2-3 миллиона человек. Моше говорит, как они его слышат, мы не знаем, но они его определенным образом слышали. Это говорит лидер нации, это говорит мудрейший из мудрейших людей. И он говорит очень важные слова. И при том он говорит, он в этой главе, он также напоминает им, что он уйдет скоро. То есть его скоро с ними не будет. Он крепок и здоров, у него зрение прекрасное, ему 120 лет, но он еще может идти вместе с ними, говорит, но Господь из-за вас вот мне не дает такой возможности. И они понимают, что он говорит очень важные слова, очень важные. И они внимательно слушают. Вы знаете, я хочу сказать, что такое отдаленно подобие, но что-то в жизни Украины тоже намечается. 30 лет практически народ Украины ходил непонятно по каким историческим закоулкам, пришли, к сожалению, не очень хорошим результатом. И вот теперь, 29 августа, по-моему, молодой лидер нации, президент которого мы избрали, ну, голосовал, кто-то не голосовал за него, он будет говорить речь, и от него ожидают, что он скажет нечто такое, что выведет народ Украины из прорыва. Я советую вам послушать. Я лично ожидаю. Ну, понятно, что никак это человеку, но тем не менее, тем не менее, это очень важный период, и нам надо благословлять и президента, и его команду, вот, чтобы они были успешны, чтобы у них это получилось. Амин? Поддерживаете? Амин, амин. Вот, и вот Маше говорит, да, он говорит очень важные слова. Смотрите, второзаконие Дворим 4.1. Итак, Израиль, ну, после всего сказанного, и так он говорит, «Слушай, пойми, ну, вообще, просто близко к сердцу прими постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали эту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». И продолжает 4.6. «Итак, храните и исполняйте их, имея в виду законы и постановления Божьи, постановляйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые услышав во всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». То есть, смотрите, это мудрость ваша, еврейского народа, Израиля. В чем мудрость? Слушать то, что Господь сказал, и исполнять. Слушать и исполнять. У каждого народа есть своя мудрость, понимаете? Что-то каждый народ, он что-то привносит в этот мир. Я уже как-то говорил, что американцы, они любят демократию, и они хотят принести демократию во все страны, иногда даже бомбят их, чтобы у них там была демократия. Немцы и англичане, они любят принести, не то что любят, но они считают себя носителями культуры. Русские, они считают себя носителями духовности. Ну, украинцы еще пока не определились, чего они носители. Я все-таки надеюсь, что они носители духовности. Ну и мудрости. Аминь. Так вот, еврейский народ, его задача нести свет, быть светом для народов, то есть принести свет в жизнь других народов, то есть для того, чтобы они познали, кто есть Бог, чтобы они пришли к Богу, поклонились и служили Ему. Вот. А для этого надо исполнять его законы и его постановления. В этом Маше говорит смысл вашего существования. В этом ваша мудрость, решимость исполнить волю Всевышнего. Ну, это касается всего народа. А если перефразировать слова там известного актера, вот, а в чем мудрость брат и сестра для нас, да? Ну, давайте разбираться, в чем наша мудрость. Вот. И что дает соблюдение заповедей, да? Что дает соблюдение заповедей каждому человеку. Вот смотрите, Бог здесь тоже отвечает. Вот в этом разделе Он отвечает, что дает соблюдение заповедей каждому конкретному человеку. О, если бы! Это слова Господа. О, если бы! То есть, вы чувствуете, что Он не просто говорит там, если бы! Он говорит, я так мечтаю! Я так хочу! Я так хочу! Что Господь хочет? Ой, если бы сердце их было у них такое, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни! Зачем? Дабы хорошо было им и сынам их вовек! Аминь! Чувствуете, насколько классно? Соблюдаешь заповеди, да? Значит, Господь, и тебе что? Хорошо! И не только тебе, еще и детям. И детям детей тоже хорошо, если они научат своих детей, понимаете? То есть, соблюдение заповедей делает нам хорошо. И встает вопрос, что значит соблюдать заповеди Божьи? Я как-то об этом говорил. Вот смотрите, во времена Танаха, во времена Моше, допустим, вот если бы человек задал себе вопрос, а вот, ну, не так, даже немножко не с этого. Зачем? Ну, смотрите, напомним, зачем Бог сотворил человека? Ну, зачем Бог сотворил человека, да? 17-26, деяние. Там сказано, для того, чтобы люди что? Искали Бога. Не найдут ли его, хотя он и близко, мы им живем и движемся и существуем. Помните, да? То есть, чтобы мы искали Бога. Ну, это было, это в наше время сказано, да? И во времена Моше это тоже было, как бы, понятно. И вот если бы человек искал Бога, ну, где его можно было найти в то время, да, в времена Моше? Ну, в Скинии, конечно, правильно? Там Бог, они что-то знают там. То пламень, то дым, значит, то столб огненный и так далее. Вот, значит, поэтому, а если мы зайдем туда, вовнутрь, да, в самую туда еще, что мы видим? Ковчег. А если мы откроем ковчег, то что? Что мы там увидим? Десятисловия. Да, заповеди Божьи. Кстати, в этом разделе еще раз повторяются заповеди Божьи. Десятисловия или, значит, десять заповедей – это суть всех заповедей. Ну, вы знаете, Ишуа там, ну, они, как бы, все больше и больше уплотнялись, да? Ну, они вбирают всю жизнь нашу, все стороны жизни человека. Десять заповедей. Вот. А в наше время, если мы будем, вот, допустим, вот, ну, если мы будем искать Бога, что говорит нам Библия? Вот, каким образом мы должны, ну, например, ну, например, вот мы ищем Ишуа, да? Мы пришли, например, в тайную комнату, там, встали на колени, месяц не выходим и так далее. Мы говорим, Боже, научи нас, научи нас и любить Тебя, и научи нас исполнять Твои заповеди. Я хочу, вот, знать и понимать, что Ты хочешь для меня. Вот, что бы Ишуа сказал? Правильно. Любите меня исполнять заповеди мои? Что за вопросы? Я же Вам уже сказал. Вот. Идем, идем дальше. Ну, в заповеди, знаете, все-таки мы живем во времена благодати. Может быть, все-таки благодать на первом месте? Может быть, все-таки любовь к Богу, да? Как-то по-другому это все. Ну, давайте про любовь почитаем апостол Иоанн. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его нитишки. Ну, ладно, зайдем еще с одной стороны, да? А может быть, ну, вот, все-таки, вот, познавать Бога, как-то так вот познавать, переживать Его. Может быть, это все-таки, ну, еще более главные заповеди. Давайте почитаем, что Писание говорит. А что мы познали Его, то есть, Христа, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Ну, понимаете, Господь, Он так нам все показал, что, ну, никуда от этого не уйти. То есть, Он со всех сторон. Ну, если кто-то скажет последний оплод, ну, вот, Дух Святой, надо вот в Духе Святом и так далее, да, все, ну, чтобы оно все было очень духовно. И здесь тоже Господь на всякий случай нам тоже сказал, утешивший Рох Хакадеш, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. И напомнит вас, что я говорил вам. Аминь? Да. И, смотрите, ну, то есть, я не то, что убеждаю, друзья, я напоминаю вещи, которые для нас, они понятны, просто нам иногда, и желательно почаще надо, ну, возвращаться к важным вещам в нашей жизни для того, чтобы, что было? Нам было хорошо. Ну, в конце концов, ну, мы же хотим, мы же все нормальные люди, да, мы хотим, чтобы было хорошо нам и детям нашим. И вот об этом мы и говорим, а что надо для этого делать? И вот теперь вот в окончании у меня еще есть несколько минут, я буквально коротко вам о некоторых заповедях я вам напомню. Такие неожиданные. Не оставайте должными никому ничем, кроме взаимной любви. Это римлянам 13.8. Классно, да? Духовно. Вот. И любой скажет, да, аминь, я люблю моих братьев и сестер, я готов давать любовь. Ну, я скажу так, ну, долги тогда отдай. Ибо это тоже любой, вообще-то, знаете, не только брат, но и отдавать долги. Чего ты проходишь мимо брата и сестры, вот, и как будто бы ты ничего не брал и забыл. Ну, пойди, поговори с ним, повинись, определи сроки, как-то, ну, вообще, говори как-то. Здесь не только про духовные вещи, там сказано, не, ничем, ничего. Ну, неожиданно, да, так вот, как-то духовно, здесь какие-то долги. Да нет, это очень духовно. Бог вообще ни разу говорит о том, чтобы эти вопросы, они в общении Божьей решались, потому что они, извините, долги не портят отношения. Вот. Немножко, знаете, там, это, остаточек остается. Или другое. Да не будет, да, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Нет, это лично Ишоа сказал. Ну, да, классно, любой же согласится, да. А что ж ты тогда вот обещал прийти, например, там что-то делать, а не пришел? Ну, это я соображаемым, говорю, верующим, да. Ну, в том числе из нашей общины, друзья, я это слышал. Но у меня есть две важных причины. Первая. У меня не получилось. Вторая. Очень важно. Я не смог. Друзья, я это слышал не раз. Мне любой служитель нашей общины, вот, который с этим сталкивается, он скажет, что такое бывает. Ну, я хочу сказать, что, допустим, если что касается, допустим, служителей нашей общины, я, например, просто вот наслаждаюсь общением с ними, вот, потому что я знаю, что вот человек сказал «да», и у меня даже мысли нет, что человек не скажет «нет». любой служитель, да, вот, например, Паша, скап наш переводчик, но были случаи у него не только переводчик, он еще и комендант нашего здания, да, и были случаи, когда, например, и не один раз там что-то завозят утром, например, говорю, Паш, надо, чтобы в 6 часов там или в 5 часов буду завозить ферму, надо, чтобы было открыто. И мне не надо повторять, мне не надо проверять. Я знаю, что там он придет, он встретит, понимаете, он не скажет «а, у меня не получилось». Ну, оно вообще не бывает такого, понимаете. У нас так должно быть, друзья, чтобы если мы говорим «да-да», «нет-нет». Особенно сейчас у нас мы уже заканчиваем определенный этап реконструкции здания, понимаете, нам надо будет усилия прилагать. Мы как община жили в комфортных условиях, кто-то строил, да, кто-то финансы давал и так далее. Теперь мы будем все больше и больше подключаться. И постара служителей, они рассчитывают на то, что мы все вместе это будем делать, мы будем, ну, там уже нам не строить, но, по крайней мере, поддерживать, да, там, улучшать что-то там и так далее, украшать. Или еще скажу одну вещь, ну, она вообще, она, честно говоря, она меня очень трогает, потому что я не всегда исполняю ее, понимаете. Ой, Господи, прости нас, грешных. Все делайте во славу Божью. Вы чувствуете требование? Ну, может, не все понимают, но я объясняю. Вот зашел сегодня на служение, сел. Вопрос. Служение началось. За это время что-то принесло славу Божью? Да нет, ты просто посидел. А если ты подойдешь к брату или сестре, да, первое, поздоровывайся, узнаешь, как настроение, помолишься, а потом человек будет свидетельством, что по этой молитве Господь ему ответил. Это часто бывает. Это принесет славу Божью? Принесет. Друзья, и оно так вот во всем. То ли ты разговариваешь с кем-то, то ли ты реагируешь на какую-то там обиду какую-то, да, кто-то тебе несправедливо отнесся. Оно должно приносить славу Богу. Я честно вам скажу, у меня не всегда получается, мне часто приходится каяться, ну, из-за несовершенства характера и так далее. Но мы должны понимать и помнить об этом. Все делайте во славу Богу. На работе, вне работы, едете на транспорте, беседуете, говорите, служаете, подметаете, выравниваете стулья здесь. Это все во славу Богу. И последнее, и последнее, друзья. Я, знаете, значит, вот такая есть такая духовная вещь, очень, да, вот тоже заповедь, да, вот такая вот. Я хочу просто закончить этим. Ну, Ешоан говорил, ищите прежде всего чего? Царство Божье, горнего ищите, да, ну, то есть мы должны искать горнего. И, знаете, такое ощущение, что, ну, вот надо обязательно для этого зайти в тайную комнату, знаете, обязательно или там поехать на конференцию, там, или, я не знаю, ну, ночная молитва какая-то такая, ну, не знаю, это, ну, первым делом приходит на ум, да? Ну, знаете, вот по размышлению я вам скажу свое богословие. Я вот, я, это вот именно при подготовке к этому комментарию, значит, я для себя так вот определил. Смотрите. Призыв искать Царство Божие и горнего – это поиск не просто духовных сверхъестественных переживаний и близости с Богом, что обязательно входит в это понятие, вот. Но искать воли Божьей для каждой нашей жизненной ситуации, искать воли Божьей для каждой жизненной ситуации, данным нам в Писании и подтвержденной получением шалома в наше сердце через Руха Хакодеш. Ну, согласны? Амин. Ну, может быть, кто-то еще не сразу понял, значит, повторить еще раз. Вот. Смотрите, искать горнего – это искать того, что горнее, то есть Бог, уже сказал в нашу жизнь здесь, в своем Писании. Понимаете? Понимаете, друзья? Ну, Писание, по крайней мере, вот как я его вижу, оно говорит, что тогда нам будет что? Ха-ра-шо. И не только нам, но и детям нашим. Чего я всем и желаю общины. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.